Всем привет, мои дорогие друзья, я рад вас приветствовать на новом ролике, хочу вас предупредить то, что у меня есть телеграм-канал Dissio Art Server и много чего ещё, но самое важное сейчас это то, что есть на Бусти, так как на Бусти сейчас есть особая цель доната, называется она на день рождения автора канала Сборда 1 ноября, если же все успеют собрать ту сумму, которая там, то я автор канала EpicSans выложу всё, что есть на Бусти в YouTube и Дзен. Остин вытащил меч назад и снова взмахнул им. Ещё несколькими ударами зомби был наконец обезглавлен и бесшумно упал на землю после жуткого визга. Уф! Остин вытер капли пота, скатившиеся со лба, исчистил меч травой под собой. Убит. Живой мертвец. Его процент уровня увеличился после убийства. Глядя на свой меч, Остин чувствовал, что если бы не этот меч, ему, вероятно, было бы трудно убить даже обычного зомби первого уровня. У зомби были естественные боевые инстинкты, хотя они все ещё были глупыми, и, казалось, в их телах было больше физической силы, чем у обычного человека. Остин наблюдал, как труп зомби исчез в воздухе. Там лежала пачка денег, таблетка для улучшения тела и что-то вроде странной синей книги. Остин взял деньги и пересчитал их. Это было ровно 50 долларов. Он щёлкнул языком и посмотрел на множество купюр по 5 долларов. Как экстравагантно. Затем Остин взял таблетку для улучшения тела и, вынув её из бутылочки, проглотил таблетку целиком. Знакомое чувство протекло по его горлу, как сыворотка, и ощущение возрастающей силы охватило его тело. Глядя на книгу, лежавшую на земле, Остин с любопытством поднял её и посмотрел на неё. Контроль маны, уровень 1. Книга навыков, он в шоке расширил глаза, так рано он получил книгу навыков. Остин какое-то время пристально смотрел на книгу навыков, прежде чем перед книгой навыков появился экран. Контроль маны, уровень 1. Хотели бы вы освоить этот навык? Да нет. Остин сразу же выбрал вариант, да. Книга навыков превратилась во вспышку света, прежде чем войти в его тело. Положение дел Ведущий, Остин Смит Возраст, 18 Уровень, 2, 93% Навыки, контроль маны, 1. В тот момент, когда этот навык проник в сознание Остина, он автоматически понял, как его использовать. Мана была энергией, воплощившей в себе все живые существа, но даже в этом случае не все живые существа могли использовать эту бесформенную энергию. Мана, имеющая множество названий, может быть известна как Духовная Энергия, Ци, Ки и Тед. Хотя это была бесформенная энергия, она могла принимать различные формы и наносить большой урон. Остин отодвинул свои мысли на затылок и вошел в комнату, которую открыл раньше. Только заперев за собой дверь, Остин сел и тяжело вздохнул, высвободив весь накопившийся стресс. Так вот, это новая способность, сказал он воодушевленно, мана не только была полезна для его тела с точки зрения его укрепления, но и он мог использовать ее для создания множества техник. Даже полет был возможен с помощью маны. Остин медленно встал и поднял меч. От простой мысли мана вырвалась из его тела, а затем вернулась в единую точку, светясь через его кровеносные сосуды и конечности, прежде чем войти в меч. Чувствуя энергию, текущую через его тело, Остин направил ее на свой меч и нанес удар. Ха! Хлопнуть! Волна ветра вырвалась из его меча и ударила по столу в маленькой комнате, заставив лежащие на нем разорванные бумаги разлететься по комнате. Это потрясающе, сказал Остин, прежде чем посмотреть на простой меч в своих руках. Он продолжал это действие и снова и снова размахивал мечом, используя контроль над маной. Поскольку мана была повсюду, он мог легко пополнить свою энергию, используя навык контроля маны, чтобы поглотить энергию вокруг себя. Через некоторое время, когда он размахивал мечом, покрытым маной, перед Остином появился голографический экран. Уровень контроля маны повышен, уровень – 2. Но на этом дело не закончилось. Из-за непрерывного действия удара маной был создан новый навык, имя по умолчанию, монастрики, вы хотите изменить имя. Остин прочитал слова и решил оставить название навыка прежним, в конце концов, оно идеально подходило. Думать, что постоянное выполнение действий может привести к развитию навыков, это система геймера, подумал Остин, прежде чем начать циркулировать ману по своему телу. Он хотел пойти сражаться с новыми зомби, в конце концов, он был так близок к повышению уровня. Остину не нужно было много делать, после того как он открыл перед собой дверь, ведущую внутрь университета, и сразу заметил присутствие множества зомби вокруг. Мое восприятие возросло, подумал Остин, выглядывая из двери, и с помощью маны он мог чувствовать всех зомби, находившихся от него в пределах нескольких метров. У Остина появилось чувство уверенности в себе теперь, когда у него появились новые способности, он бросился за дверь к ближайшему зомби. С расстояния 5 метров Остин взмахнул мечом в сторону зомби прежде, чем он успел среагировать. Ух! Волна маны полетела в сторону зомби, удар маны олицетворял остроту меча и ударил зомби. Пучи! Прежде чем зомби успел среагировать, его тут же раскололи пополам, а его голова полетела вдаль. День Уровень повышен Текущий уровень, триработизированный голос системы раздался в голове Остина в тот момент, когда зомби умер, сигнализируя, что он повысил свой уровень. По мере того, как Остин повышал свой уровень, он чувствовал, что его тело стало намного сильнее, теперь он чувствовал себя молодым бодибилдером, который поднимал тяжести и тренировался всю свою жизнь, впечатляющее чувство. Подобрав деньги, которые уронил зомби первого уровня, Остин приготовился отправиться глубже в школу, но... Дин 30-минутный ежедневный лимит времени в подземелье истек, если хозяин хочет оставаться в подземелье дольше, повысти уровень. Система сказала Темница разлетелась на куски, как стеклянная ваза, прежде чем исчезнуть. Остин мгновенно появился снаружи, где он стоял раньше, но вся броня, которую он носил внутри темницы, вернулась в его инвентарь, включая меч. Сцену, где он находился до создания темницы, все еще можно было увидеть, как огромный двор, все еще заполненный множеством учеников. Хотя его неожиданно выгнали из темницы, Остин не расстроился. Ведь он хорошо прошел подземелье, прокачался и получил навык контроля маны, который можно считать своего рода, суперсилой. Как бы Остин не хотел пойти и найти других людей, обладающих сверхспособностями, он знал, что не готов. С новой способностью ему нужно было сделать еще одну вещь, тренировать эту способность и привыкнуть к ее использованию. Имея информацию о романах и других фэнтезийных историях, которую имел Остин, он мог придумать сотни способов применения своей способности контролировать ману. С помощью функции создания навыков системы он мог легко создавать способности, которые хорошо подходили ему в любой ситуации. «Мне нужно укромное место, куда никто не ходит», — глубоко задумавшись, сказал Остин, оглядываясь по сторонам. Солнце все еще стояло высоко в небе и начало садиться только через час или около того, времени для тренировок у него было более чем достаточно. Остин вдруг вспомнил одно место из своих воспоминаний о школе, старое пустое поле за ветхим спортивным лачугом рядом со школой. Буквально ни один студент никогда не ходил в это место, если только они не делали что-то граничащее с незаконным. Благодаря контролю над маной Остина он не беспокоился, что его поймает человек во время тренировки своих способностей, если только это не будет человек со сверхспособностями. Сердце Остина на секунду дрогнуло, пока он стоял там, его глаза обратились к фигуре, которая только что в замешательстве прошла мимо него. Согласно его воспоминаниям, эту девушку звали Эрин Рамирис, у нее были длинные черные волосы, и она была красивой девушкой, с ее сладострастной фигурой было понятно, почему множество пар глаз на мгновение бросались на нее каждый раз, когда она проходила мимо. Это была школьная любовь старого Остина, но с внешностью Остина выше среднего он даже не осмелился спросить ее номер телефона. Остин отвернулся и больше не беспокоил девушку, ему сейчас нужны силы. Он мог бы заняться юбками позже. Достигнув пустой области за ветхим спортивным сараем, Остин обвел ее маной. Кроме жизненной силы насекомых и других существ здесь, он не чувствовал никаких людей, чего он и ожидал. Остин вытянул руку и управлял своим множеством, своим воображением он мог творить чудеса с этой бесформенной энергией. Остин представил шар в своей руке, манна в его теле вращалась, прежде чем затвердеть в синий шар маны. Пуф! Когда Остин дошел до последнего момента, шар маны развалился на части и разлетелся в воздух, прежде чем исчезнуть. Черт, это сложнее, чем я думал, выругался Остин и продолжил попытки. После еще нескольких попыток он смог получить идеальный шар маны. Теперь самое сложное. Стрельба по мечу Остин начал с того, что подбросил шар маны в воздух, но вскоре понял решающий момент. Мана лучше всех контролировала себя, так почему же он не мог использовать свою ману, чтобы запустить шар маны. Тогда это может сработать. С уверенностью Остин остановился и поднял руку горизонтально, раскинув ладони. Ух! Сфера маны была отправлена в ближайший валун на расстоянии, но когда она приблизилась к валуну, который находился в десятках метров от него, сфера маны рассеялась в воздухе. Ха, это начало, задумчиво сказал Остин. Похоже, его контроль над маной был основной причиной исчезновения его сферы маны после того, как она улетела на большое расстояние. Дин Из-за постоянного использования контроля маны его уровень повысился. Контроль над маной Остина теперь был на уровне 3, после достижения этой точки он почувствовал, как будто его контроль над маной углубился больше, чем его общая способность. Теперь он понял концепцию этой магической способности. Подняв руку, Остин снова указал ею на валун вдалеке. Шар маны появился в руке Остина, прежде чем он выстрелил, как стрела, в сторону валуна. Бум! Большой валун был поражен шаром маны и разлетелся на куски, в результате чего камни разлетелись вокруг. Глядя на ущерб, который он только что причинил, Остин не знал, как реагировать, настолько это было мощно. Ему нужно было получить больше книг по навыкам. Дин Действия Хоста напоминали способность выстрел маны в базе данных системы. Хотите добавить эту способность на экран статуса? Да. Сказал Остин, прежде чем подойти к валуну, который только что разбился. Он в шоке посмотрел на белый дым, который поднимался из слегка потрескавшейся земли. Его выстрел маны не только уничтожил валун, но даже земля под ним потрескалась. Если бы от этого пострадал обычный человек, смог бы он вообще выжить? Он не знал ответа на этот вопрос, но однажды он узнает. Остин глубоко задумался, циркулируя свою ману, он хотел сохранить привычку бессознательно циркулировать свою ману, это не только могло повысить его уровень контроля над маной, но также было для него формой защитного механизма, поскольку его мана была чувствительна ко всему. В его окружении. Ничто не могло ускользнуть от его чувств. Остин продолжил обучение использованию маны, вскоре он поднялся до второго уровня. Использование маны вызывало у него нагрузку на разум, поэтому Остину приходилось время от времени делать перерыв, прежде чем продолжить обучение. Примерно через час Остин посмотрел на свой новый экран статуса. Положение дел Ведущий, Остин Смит Возраст, 18 Уровень, 3, 3% Навыки, контроль маны, 5, удар маны, 3, выстрел маны, 4 Оборудование, школьная форма Его контроль над маной достиг пятого уровня, что давало ему сильный контроль над своей маной. Имея достаточно маны, он мог даже поднимать предметы в воздух, используя свою ману, это была магическая способность. Удар маны достиг уровня 3, а выстрел маны достиг уровня 4, это произошло из-за того, что Остин больше сосредоточился на выстреле маны, это была смертельная способность, которую стоило усилить. Приведя себя в порядок, Остин покинул это место и вернулся в свою комнату в общежитии, прежде чем запереть дверь. На следующий день Остин проснулся рано. Из-за огромного психического стресса, который он испытывал из-за непрерывного использования маны в течение часа подряд, он чувствовал себя очень уставшим и заснул раньше, чем обычно. Стоя перед зеркалом, Остин смотрел на свое тело, которое становилось более четким, мышцы живота были совершенны и выглядели так, словно их вылепила рука самого Бога. Он даже заметил, что стал немного выше, после того, как вытащил рулетку, рост составил около 3 см, то есть его рост составил около 175 см. Думать, что повышение уровня сделает мое тело сильнее и полностью раскроет свой потенциал, Остин потерял дар речи, позже сегодня он посетит спортзал в своей школе и проверит свои физические возможности. Но сначала В животе у него заурчило от голода Сначала ему нужно было немного поесть Купив много еды, Остин сел и поел с улыбкой на лице Благодаря этому новому методу зарабатывания денег он мог тратить столько денег, сколько хотел, и сразу же возвращать их обратно Во время еды он открыл телефон и заметил текстовое сообщение от своего хорошего приятеля Малека Парень прислал ему фотографии, на которых он был на свидании с девушкой Остин, казалось, узнал в ней девочку из своего класса, невысокого роста, но с внешностью выше среднего Блин, что за промывание мозгов ты промыл этой бедной девочке, ответил Остин, прежде чем выключить телефон Он хотел размиться в тренажерном зале, прежде чем создать еще одно подземелье для тренировок сегодня Теперь он чувствовал себя намного увереннее в борьбе с зомби, и, надеюсь, он сможет достичь пятого уровня за свои ограниченные 30 минут Позавтраков, Остин направился к огромному залу тяжелой атлетики Комната была заполнена множеством студентов, у которых не было утренних занятий Там можно было найти много студентов-спортсменов, особенно футболистов, которые, казалось, любили заниматься спортом Остин сначала разогрелся, выполнив 100 отжиманий, он мог легко выполнить эти отжимания, не вспотев Конечно, средний человек четвертого уровня, вероятно, не мог этого сделать Он мог винить в этом только таблетки для улучшения тела, которые он принял ранее После короткой разминки Остин направился в зону тяжелой атлетики и схватил гантели весом в 100 фунтов Хотя они казались немного тяжелыми, Остин все же мог сравнительно легко поднять их одной рукой Остин оставался в комнате для тяжелой атлетики, поднимая тяжести и тренируясь в течение полутора часов, прежде чем отправиться в свою комнату в общежитии, чтобы принять теплый душ У него был урок, который ему, к сожалению, нужно было посетить Он планировал создать темницу после окончания урока Остин пришел на урок вовремя и отложил учебники, прежде чем обратить внимание Через час и 15 минут урок закончился, что означало, что все ученики могут уйти Остин снова оказался в темнице, которую он создал в главном дворе школы Трава Было видно, как к нему мчится зомби в привязанной одежде Хлопнуть Прежде чем зомби успел сделать еще шаг, в него выстрелил человек, и его голова разлетелась на части, а тело отлетело вдаль Все зомби, с которыми столкнулся Остин, особо не сопротивлялись, ему даже меч уже не понадобился Всего один выстрел маны, и они взрывались гнилыми кусками плоти, превращаясь для него в очки опыта Благодаря своей скорости убийства зомби, за 20 минут он перешел с 3 уровня на 5 уровень Дин Поздравляем с достижением 5 уровня, пика среднего человека Система теперь будет обновлена Время обновления, 5 минут Обновление системы Остин был удивлен, но продолжил то, что делал, и убивал зомби Обычно он получал только деньги и улучшение тела, но он все еще не наткнулся на другую книгу навыков Вчера ему повезло, когда ему удалось получить книгу навыков контроля маны Через 5 минут система завершила обновление и предстала перед Остином Положение дел Ведущий, Остин Смит Возраст, 18 Класс, нет, заблокировано до 10 уровня ХП, 250 слэш 250 Уровень, 5, 15% Сила, 7 Вид, 6 Скорость, 4 Инт, 5 Очки характеристик, 10 Навыки, контроль маны, 6 Удар маны, 3 Выстрел маны, 5 Навыки геймера, тело геймера, разум геймера Оборудование, 0 Глядя на свой теперь подробный экран статуса, Остин выдохнул прохладный воздух Не только это, но и он приобрел способности геймера Система, объясни мне две способности игрока Тело геймера, распознает реальность как игру, геймер может мгновенно пополнить своя HP и MP во время сна Разум геймера, позволяет пользователю спокойно и логически все обдумывать, умиротворенный разум, иммунитет к психическим расстройствам Обе эти способности установлены на максимальный уровень Очень хорошие навыки, подумал Остин, оба они казались фундаментальными навыками, которые ему понадобятся в долгосрочной перспективе Согласно системе, его силовые характеристики отражали физическую мощь, силу тела и мышечную силу Живучесть была связана с его HP, поскольку его жизненная сила увеличивалась, он мог выдерживать больше урона, и его защита повышалась Скорость была очевидна, это было связано с его скоростью и ловкостью Интеллект был характеристикой, которая повышала его умственные способности, а также его силу слэш-контроль маны, это был необходимый показатель для увеличения Глядя на свои статистические очки, Остин размышлял, куда вложить свои очки, прежде чем через некоторое время принять решение Он нажал на знак, плюс, перед своей статистикой и начал прибавлять очки Три очка за силу, два за живучесть, три за скорость и два за интеллект После применения этих точек Остин почувствовал изменения, происходящие в его теле, волшебное ощущение длилось пару минут, прежде чем исчезло Поскольку хост достиг пятого уровня, теперь вы можете оставаться в подземельях ежедневно до 45 минут Работизированный голос системы звучал в его голове, как обычно До закрытия подземелья осталось 20 минут Видя, что у него есть больше времени для тренировок, Остин закрыл экран статуса и продолжил то, что делал раньше Звуки воющих в агонии зомби были слышны по травянистому полю, пока Остин шел по бетонной дорожке, ведущей в школу Остин мог практически ходить с закрытыми глазами, видеть зомби и легко их убивать Из-за его сильного контроля над маной зомби в радиусе дюжины метров от него не смогут даже увидеть его, прежде чем будут убиты Бум! Шары маны летели во тьму, Остин был похож на хорошо обученного снайпера Каждый раз, когда он выпускал выстрел маны, он легко находил цель и приземлялся на ней в течение секунды с невероятной скоростью Пока он собирался войти в здание университета Остин остановился как выкопанный, прежде чем оторваться от земли и отступить на пару метров назад Бум! Сразу после того, как он отошел от своей предыдущей позиции, раздался огромный взрыв, в результате чего земля раскололась, а воздух наполнился грязью, словно небольшая песчаная буря Король зомби, уровень 10 Остин посмотрел на появление этого нового существа, приземлившегося на землю Если бы он не отпрыгнул назад, его бы превратили в мясной паштет Ух! Застреленный человек мгновенно высвободился из его руки и выстрелил в сторону короля зомби Бум! Удар приземлился Р.Е.В. Король зомби издал оглушительный рев в тот момент, когда по нему ударили Отправив существо обратно, Остин сразу же смог рассмотреть его получше Это был громоздкий зомби ростом около 7 футов, 7-футовый зомби носил ожерелье, а его огромные судороги были веерообразными и похожими на острые когти, которые могли пронзить землю Остин немедленно вытащил свой меч С его пассивными умственными способностями геймера, он ни капельки не был напуган, напротив, он был немного взволнован, это был самый сильный монстр, которого он когда-либо встречал Огромный король зомби встал и бросился к Остину Каждый его шаг был подобен ударам молниеносного молота Тара, когда существо бежало к нему Остин избегал ближнего боя с королем зомби, одной его фигуры было более чем достаточно, чтобы сказать ему, что с точки зрения силы он не победит Он отступил в сторону и поднял меч, синий от блеск света ярко засеял на его металлическом клинке, прежде чем он был выпущен Ух! Волна маны была выпущена в виде острого лезвия меча Хотя король зомби был силен, у него все же была слабость, он был действительно глуп Король зомби побежал в атаку, после того как его отослали на шаг назад, он продолжил движение к Остину На его массивной груди, когда он бежал к нему, можно было увидеть огромную красную рану Три шара маны появились по всему Остину, прежде чем их отправили в сторону короля зомби Каждый удар попадал в огромную фигуру короля зомби, заставляя ее кричать от боли Р.Е.В. Король зомби издал еще один громкий визгливый рев, сила его рева была настолько сильна, что даже воздух, казалось, вибрировал В тот момент, когда он прекратил свой рев, повсюду послышался шум бегущих зомби Вот дерьмо Остин в шоке сказал, что этот король зомби поглотил всех остальных зомби в этой области Услышав звуки бегущих к нему зомби, Остин мог только представить, сколько их было Теперь у меня проблемы, Остин криво улыбнулся, но продолжал держать голову высоко поднятой, теперь это становилось все более захватывающим Остин сосредоточился и взмахнул мечом позади себя, мгновенно обезглавив приближавшегося к нему зомби Рой зомби, окружавший эту местность, беспокоил его меньше всего, зачинщик всего этого все еще гордо стоял перед ним Бум Шарман и приземлился на лицо короля зомби, заставив его кровоточить и закричать от боли Я с тобой еще не закончил, сказал Остин, непрерывно прорезая приближающихся зомби, как будто они были для него не более чем нападающими Король зомби продолжал свой натиск Каждый раз, когда он приближался к Остину, он разяривал свои огромные кулаки размером с водный бассейн и бросался на него Бум Земля вокруг них уже давно тряснула, Остин едва избегал каждой конфронтации, а также убивал зомби позади себя Бой продолжался еще пару минут, Остин оглянулся на травянистое поле, окрашенное в кроваво-красный цвет и заполненное отвратительными трупами зомби Король зомби был не в лучшей форме, он тиранически бушевал, каждый раз, когда он пропускал атаку на Остина, его немедленно отправляли обратно в результате атак Остина, и он начинал терять рассудок Пришло время закончить это Остин думал, наблюдая за приближающимся королем зомби, который уже был окровавлен Чем больше он пропускал атаки на него, тем больше король зомби начинал хаотично наносить случайные удары в надежде разбить человека на куски Остин взглянул на свой поднятый меч, из-за того, что он постоянно использовал меч, он был залит кровью и, казалось, вот-вот рухнет, это был нехороший знак Давай попробуем это Остин поднял руку и увидел, как король зомби снова бросился к нему Его ладонь была вытянута и направлена в сторону короля зомби В его руках начал проявляться шар маны, и благодаря выдающемуся уровню контроля над маной Остина шар маны становился все больше и больше, пока не стал размером примерно с две головы Шар маны вращался все сильнее, втягивая в себя весь воздух вокруг себя Волосы Остина развивались на ветру, когда он управлял огромным шаром маны, и простой мыслью он выпустил его в сторону возвышающегося короля зомби Ура! Несущий ужасающую силу, шар маны выстрелил в сторону короля зомби, казалось, в мгновение ока, мгновенно появившись перед его лицом в течение доли секунды Бум! Раздался громкий взрыв Тело короля зомби было разбито на части и взорвалось на куски, его нижняя часть тела упала на землю, истекая кровью, а верхняя часть тела короля зомби отсутствовала, что доказывало, насколько разрушительной была атака Дин Босс-монстр, король зомби был убит Уровень повышен Уровень повышен Остин дважды повышал свой уровень после убийства короля зомби Хотя тело короля зомби исчезло, его заменила целая куча предметов Большие капли Взволнованно сказал Остин, подходя к нам Он взял пачку стодолларовых купюр и сунул их в свой инвентарь Сегодня во всем этом подземелье он заработал более 1500 долларов, что было очень много Только босс потерял около 1000 долларов Остин подавил жадную ухмылку и посмотрел на другие предметы Там был стеклянный контейнер с красным веществом, оружие в форме деревянной палки, украшенной синим кристаллом наверху, черная мантия, книга навыков, деревянная маска и еще немного денег, которые ему все еще были нужны Подобрать Остин схватил все и положил в свой инвентарь, даже не удосуживаясь посмотреть, что это такое Как он и ожидал, как только Остин закончил собирать все капли, перед ним сразу же появилась системная подсказка Дин Время вышло Закрытие подземелья Система автоматически произнесла в его голове Остин вернулся туда, где он был, во дворе университета, его меч и доспехи были снова помещены в его инвентарь Остин сидел в своей комнате в общежитии и считал все деньги, которые у него были на данный момент Около 1725 долларов Это была сумма, которую он никогда не ожидал получить за считанные минуты Остин чувствовал, что вот-вот расплачется, ему больше не нужно было разоряться, ему не нужно было быть тем человеком, который ушел без денег Его печаль прошла Остин успокоил волнение и занялся более важными делами Предметы, выпавшие из короля зомби Заглянув в свой инвентарь, Остин вытащил прозрачную стеклянную бутылку, внутри которой находилось темно-красное жидкое вещество Малое лечебное зелье Восстанавливает 100 очков здоровья Вот и все, это было просто лечебное зелье Остин с улыбкой положил обратно лечебное зелье Однажды это было бы чрезвычайно полезно, если бы он получил травму Остин вытащил следующий предмет Это была деревянная палка с интересными ветвями наверху, которые окружали светящийся нефритовый синий кристалл наверху, она была похожа на палочку Жезл маны, необычный Плюс 5 интеллект Плюс 1 сила Появилась информация о палочке Остин с волнением посмотрел на палочку, прибавка характеристик была очень нужна Дин Оружие найдено Хотите оборудовать его? Надетые предметы можно вытащить и убрать обратно в считанные секунды, плюс повышение характеристик будет применяться независимо от того, удерживается ли оружие в руках или нет Остин не стал долго думать и решил немедленно оборудовать его Деревянная палочка маны превратилась во вспышку света, прежде чем войти в его тело Для Остина палочка ощущалась почти как еще одна часть тела, одной простой мысли он мог мгновенно заставить ее появиться в своей руке Теперь о двух других предметах снаряжения, сказал Остин, прежде чем убрать свою палочку маны Волшебное одеяние, необычный Плюс 5 живучести Плюс 1 скорость Плюс 1 интеллект Защитная маска, редкий Плюс 3 скорость Плюс 1 сила Плюс 1 живучесть Волшебная мантия была черной, с золотыми узорами, а также с капюшоном Хотя защитная маска представляла собой простую деревянную маску с двумя отверстиями для глаз, на маске был только полый рисунок из порезов мечом Остин экипировал оба этих предмета, поскольку в системе была опция, показывать или не показывать, броню, он мог экипировать ее и носить ее в любое время, но никто не увидит ее, если он не захочет ее показать Статус, сказал Остин, сидя на кровати, и перед ним сразу же появился экран статуса Положение дел Ведущий, Остин Смит Возраст, 18 Класс, нет, заблокировано до 10 уровня ХП, 250-250 Уровень, 7,25% Сила, 10, плюс 2 Вид, 8, плюс 6 Скорость, 7, плюс 4 Инт, 7, плюс 6 Очки характеристик, 6 Навыки, контроль маны, 6, удар маны, 4, выстрел маны, 5 Навыки геймера, тело геймера, разум геймера Снаряжение, жезл маны, волшебная мантия, защитная маска Остин посмотрел на свои обычные характеристики, а затем посмотрел на добавленные характеристики своей волшебной палочки и своего снаряжения, это сделало его вдвое сильнее Что касается его волшебной палочки, она давала характеристики его интеллекта, что, в свою очередь, повышало его магические способности и силу А, у меня все еще есть очки характеристик после двойного повышения уровня, сказал Остин, когда заметил свои очки характеристик Он сразу добавил 2 очка к силе, 1 очко к живучести, 1 очко к скорости и 2 очка к интеллекту После выбора входа по телу Остина прошел теплый поток, улучшая его тело в соответствии с выделенными характеристиками После этого Остин вернулся туда, где ранее практиковал свои способности Я должен создать защитную способность и быстро повысить ее уровень, подумал Остин, вспоминая справа от себя короля зомби Если бы какой-либо из этих ударов попал в цель, он, вероятно, был бы мгновенно выведен из строя или, что еще хуже, убит Подумав об этом, он тут же применил это в жизнь Белое сияние маны окружила Остина, прежде чем он затвердыл, он даже проверил его, войдя в дерево Купол маны мгновенно столкнулся с деревом, когда он подошел достаточно близко Самое лучшее в этом щите маны было то, что Остин мог проводить атаки, находясь внутри этого щита маны Он не блокировался его щитом маны, а это означало, что ничто не могло проникнуть в щит маны, но он мог проводить атаки, находясь внутри него Удивительная способность При наличии маны щит маны мог оставаться активным часами, даже если бы он был тряснут, на его месте мгновенно появился бы другой, если бы он был поврежден После использования этой способности еще несколько раз система, наконец, заметила ее как навык и добавила на экран его статуса Увидев, что он уже снаружи, Остин решил взглянуть на книгу навыков, выпавшую из рук короля зомби Он ждал некоторое время, прежде чем взглянуть на эту книгу навыков Стрела-молния Сгущает магическую стрелу, созданную из энергии молнии, проникающей силы, маленький шанс парализовать Элементальная способность, радостно сказал Остин, сейчас он обходился только своей маной, а добавление элемента к его мане увеличило бы ее силу в пару раз Стрела-молния Хотели бы вы освоить этот навык? Да нет Спросила система, пока Остин держал руку на книге навыков Да Книга навыков превратилась во вспышку света, прежде чем войти в голову Остина через пространство между бровями, его разум мгновенно наполнился использованием и силой их новых способностей Чё? В руке Остина послышался треск молнии, когда он поднял ее, в пустоте появилась стрела-молния, а вокруг нее энергично танцевали хаотичные змеи-молнии Бум Остин выпустил стрелу-молнию, силы, которую несет стрела вместе с ее причудливой скоростью, было достаточно, чтобы преодолеть звуковой барьер, когда она взлетела в воздух, оставив на своем пути потрескивающую полосу молнии Остин посмотрел в небо, когда стрела-молния тут же исчезла, он был удивлен силой, стоящей за ней Итак, это стихийные магические способности, сказал Остин с улыбкой, затем, используя свое сильное физическое тело, он выбежал из этого места и заметил присутствие приближающихся людей Шум, создаваемый стрелой-молнией, был слишком громким и привлек их нежелательное внимание Через пару секунд там, где раньше находился Остин, появилась группа охранников университета Кто, черт возьми, сообщил, что слышал какие-то подозрительные действия, происходящие здесь Я ничего не вижу, сказал невысокий лысый охранник с легкой долей гнева Я не знаю, но это место кажется таким же спокойным, как и любое другое место здесь, так что давайте просто вернемся, сказал другой охранник, прежде чем они оба пошли обратно Снова в своем общежитии Остин неторопливо сел на диван и включил телевизор На столе стояла еда, которую он заказал перед тем, как войти в свою комнату в общежитии Пока он ел, взгляд Остина упал на новости, которые крутили на экране его телевизора Пфф Кока-калу, которая была у него во рту, он выплюнул сразу после того, как увидел, что происходит Нет, черт возьми, сказал Остин, вытирая напиток с губ На экране в данный момент крутилось видео в новостях На самом деле это было видео Человека-паука, которого можно было увидеть раскачивающимся по городу со своей паутиной Остин сразу понял, что это версия Человека-паука Тома Холланда, а это означало одну важную вещь Зиндайя определенно была в этом мире Остин успокоил свое волнение и откошлялся, прежде чем снова посмотреть на экран Новая передача называлась «Человек-паук снова замечен на улицах Нью-Йорка» Увидев это, Остин рассмеялся, он уже знал, что сейчас 2017 год, а это значит, что пройдет всего год или около того, прежде чем Танос появится на Земле, чтобы вызвать хаос Ну блин, сказал Остин с улыбкой глядя на экран, теперь он знал, что ему нужно стать сильнее, и тоже быстро, иначе он обязательно погибнет в предстоящей войне Даже если он ничего не сделает и попытается чтобы спрятаться, мог ли он быть на 100% уверен, что не станет частью тех 50%, которые были уничтожены Пока Остин смотрел новости, он все больше и больше удивлялся тому, как много супергероев было показано на экране Надо больше смотреть новости, подумал Остин, новости всегда такие интересные Кольцо Кольцо Телефон Остина зазвонил пару раз, прежде чем он взял трубку, успокоившись Это был звонок по телефону от его лучшего друга Малека Эй, братан, что ты сейчас делаешь, ты сегодня свободен На экране появился здоровяк и сразу начал говорить, казалось, он был снаружи Ничего особенного, почему, что случилось? Остин ответил, так как ему еще нужно подумать, что делать дальше Если тебе сегодня нечего делать, пойдем со мной, вспомни девушку, с которой я ходил на свидание, мы сегодня идем на другое свидание, но она пригласила свою подругу и сказала мне пригласить кого-нибудь, поэтому я хотел пригласить тебя, взволнованно сказал Малек, высоко подняв голову Ого, ты подумал обо мне Остин пошутил Не говори мне эту чушь, ты ведь знаешь, что я твой хороший человек, дай мне знать, пойдешь ты или нет, сказал Малек с ухмылкой Конечно, я пойду, сейчас только около шести, когда мне встретиться с вами, сказал Остин, взглянув на таймер своего телефона Мы встретимся в 7 часов 30 минут, так что одевайся, я напишу тебе позже, сказал Малек, прежде чем завершить разговор на быстрой скорости, бог знает, что он спешил сделать Остин согласился пойти только потому, что сегодня ему все равно особо нечего было делать, он уже совершил ежедневную пробежку по подземельям, потренировался рано утром и не возражал против того, чтобы прийти к своему приятелю Остин снова сосредоточил свое внимание на новостях, одновременно думая о своих следующих действиях Он мог сделать много вещей, но все они нуждались в силе, и сейчас он не был достаточно силен, чтобы оказать влияние на этот мир Остин принял теплый душ, прежде чем одеться в подходящую одежду и даже уложить волосы Если бы девушка была некрасивой, он бы избил толстяка до синяков Но если был хотя бы небольшой шанс, что она хорошенькая, то ему нужно было по крайней мере выглядеть мило Остин стоял перед зеркалом и смотрел на свою красивую и элегантную фигуру, черты его лица стали более заметными, и он выделялся намного больше, чем раньше Его длинные черные волосы не спадали на плечи и добавляли грубости его характеру Было около 7 часов 15 минут, когда Остин получил сообщение от Малека с предложением встретиться с ним возле школы Выйдя из университета, Остин сразу заметил вдалеке Малека, пухленький парень был одет в аккуратной черно-белой смокинкой, казалось, старался изо всех сил «Была ли у тебя необходимость носить целый костюм?» Сказал Остин с отвращением Малек откошлялся, прежде чем сказать «Знаешь, эта девушка такая красивая, как я могу выглядеть неряшливо, стоя рядом с ней, спорным тоном» «Все в порядке, где они?» Остин сказал, оглядываясь вокруг, что у Малека есть машина, и это хорошо, иначе все это свидание было бы неловко, если бы им пришлось гулять «Подожди минутку, чувак» Малек остановился на середине предложения, прежде чем посмотреть на Остина сверху вниз, его глаза вскоре расширились от шока, когда он сказал «Ты, когда ты стал таким высоким?» «Ты сейчас почти моего роста», — сказал Малек в чистом изумлении Он помнил, что рост Остина был всего около 172 сантиметра, даже когда они учились в старших классах средней школы, это неожиданным для него было то, что он внезапно вырос до роста почти 178 сантиметров «Я не знаю» «Может быть, у меня поздний всплеск роста», — ответил Остин, пытаясь придумать что-нибудь, чтобы сменить тему «Поздний скачок роста» «Это кажется логичным, ты наконец-то становишься высоким», — легко убедился Малек и больше не спрашивал об этом Вскоре две женщины вышли из университета и, казалось, направлялись к Остину и Малеку Увидев, как Малек помахал рукой дуэту, Остин понял, что это те две девушки, с которыми они пойдут на двойное свидание «Привет, моя», — сказал Малек, обнимая невысокую девушку Мия была миниатюрной девушкой с длинными волосами, афроамериканкой и красивой внешностью с гладкой кожей «Привет, Малек», — ответила она с улыбкой и ответила на объятия, прежде чем посмотреть на Остина, а затем на Малика «Да, Остин, это Синтия, Синтия, это Остин, о котором я говорил тебе вчера», — сказал Малек со смехом, почесывая затылок, он почти забыл представить двух своих гостей Остин посмотрел на Синтию, она тоже была невысокого роста, как и Мия, и у нее были длинные волосы, но, похоже, она была азиатского происхождения, Остин нашел ее довольно милой «Привет, Синтия, приятно познакомиться», — сказал Остин, глядя Синтии в глаза Синтия кивнула с улыбкой и ответила румянцем «Привет, Остин, мне тоже приятно с тобой познакомиться», — Синтия казалась застенчивой девушкой, но она была невероятно красива, что-то в ее фигуре в этом платье, а также в ее гладкой и мягкой коже тронула Остина Где спряталась эта девушка? Почему он никогда не видел ее до сегодняшнего дня? Если подумать, что толстяк Малик обладает такими навыками разведки девушек, ему придется отплатить этому здоровику в другой раз Синтия ответила на зрительный контакт Остина, но вскоре отвела взгляд Она думала, что если будет смотреть еще дальше, то потеряется в глубокой пустоте «Ладно, хватит флиртовать, пойдем», — сказал Малик, держа мою руку за руку и направляясь к своей Тойоте Остин не удосужился взять Синтию за руку Это было бы странно и могло бы причинить ей дискомфорт, поскольку они только что встретились, он мог только стоять рядом с ней, пока они следовали за Маликом и Мией Пока они шли к парковке, которая находилась всего в паре метров от них, Синтия завязала разговор «Итак, Остин, Малик много рассказывал мне о тебе, я не знал, что ты будешь настолько отличаться от того, что он сказал» Остин удивился ее словам, ответив вопросительным взглядом, что именно он сказал обо мне Синтия хихикнула, увидев его вопросительный взгляд «Он рассказал мне о том, какой ты большой и жестокий человек, конечно, я подумала, что он шутит», — сказала Синтия с улыбкой «Я жесток с ним только потому, что он этого заслуживает», — ответил Остин, закатывая глаза, этот толстяк облажался ложью, разговаривая о нем с другой девушкой «Несмотря на это, вы, похоже, действительно хорошие друзья», — ответила она «Как только они вошли на парковку, машина Малико была недалеко, поэтому они сразу же направились к ней «Мы такие, это никогда не изменится», — сказал Остин, глядя на Малико, который открывал дверь машины и делал вид, что не слышит их разговора «Я была удивлена, что ты решил прийти на это свидание, Малик сказал мне, что ты не из тех, кто любит такие вещи», — сказала Мия, сидя на пассажирском сиденье «Ну, нет, но мне скучно сидеть целый день в школе, так почему бы и нет» Сказал Остин, открывая дверь перед Синтией и входя следом за ней «Тебе следует чаще выходить на улицу, перестань пытаться быть монахом», — со смехом сказал Малик, пытаясь завести машину «Лучше быть монахом, чем иметь с тобой неприятности на улице», — ответил Остин В школе он был тихим ребенком, но с тех пор, как встретил этого толстяка, у него время от времени возникали проблемы в классе, то ли потому, что Малик делал какую-нибудь глупость И они оба попадут в беду или оба попадут в драку, в которой им нечего делать Малик завел машину, прежде чем выехать со стоянки, в то время как внутри машины Синтия, казалось, почувствовала себя более комфортно с Остином и продолжала с ним разговаривать «Посмотри на них, Синтия почти не разговаривает ни с одним парнем так», — прошептала Мия Малику, который изо всех сил старался сосредоточиться на дороге «Чего ты ожидал, я научил его всем своим приемом», — ответил Малик с ухмылкой, не отрывая глаз от дороги «Да, правда, почему я не был таким, когда мы впервые встретились?» Мия надулась и закатила глаза, у этого парня было большое эго Остин мог слышать их разговор, благодаря увеличению его физических способностей, его пять чувств также вышли за рамки уровня обычного человека «Синтия, ты, кажется, не отсюда, откуда ты?» — спросил он, поворачиваясь к красивой девушке рядом с ним «Ах, на самом деле я из Токио, Япония, я живу в Америке всего шести лет или около того, мой акцент проявился», — сказала Синтия с улыбкой «Да, очень приятно слушать твой акцент», — ответил Остин, заставив Синтию покраснеть и на некоторое время замолчать «Спасибо», — ответила она через несколько секунд «Хорошо, мы здесь», — сказал Малик, припарковав машину «В настоящее время они были в Лилии, романтическом ресторане, расположенном в Бруклине, Нью-Йорк» «Если бы это было раньше, Остин не осмелился бы прийти сюда тратить деньги, но теперь у него был хороший источник дохода, поэтому он мог позволить себе свидание с Синтией» Пара вышла из машины и направилась к ресторану «Здравствуйте, входите», — открыл им дверь слуга средних лет, прежде чем они вошли в ресторан Войдя в ресторан, первое, что заметил Остин, была большая полка с напитками за косой Это было хорошо освещенное помещение, вокруг которого было расставлено множество стульев Украшенные фонари на крыше, казалось, освещали всю территорию, придавая ей причудливый вид «Добро пожаловать в итальянский ресторан Лилия, чем я могу вам помочь?» — сказал служитель после того, как они вошли в ресторан «Два стола на двоих, пожалуйста», — сказал Малик Получив свои столики, пары направились к своим местам Они оказались рядом друг с другом, но оба сели за разные столы Через некоторое время подошел официант и спросил, хотят ли они чего-нибудь выпить, и все согласились, а затем заказали то, что хотели Остин ничего не знал об итальянской кухне, поэтому заказал то, что бросилось ему в глаза больше всего, а именно ригатони дьявола В ожидании еды официант дал им для начала несколько коктейлей и закусок, в том числе чесночную фокаччу с зеленым чесночным маслом «Как тебе закуски?» — сказал Остин, поедая закуски «Неплохо, я никогда не пробовала итальянскую еду, но она лучше, чем я ожидала», — сказала Синтия с улыбкой «Кажется, ей понравилась фокачча Я тоже, думаю, лучше попробовать что-то новое», — ответил Остин, глядя ей в глаза «Тогда тебе стоит попробовать еду, которую я готовлю, я уверена, она тебе понравится», — сказала Синтия, неуверенная в том, что она вообще сказала «Тогда это обещание», — ответил Остин Остин взглянул на Малека и Мию, которые, казалось, говорили на самые разные темы, забыв, что перед ними даже были закуски «Ваша еда здесь», — официант вернулся с тарелкой с едой, которую он поставил перед Синтией, а затем вернулся на кухню, чтобы взять тарелку Остина «Спасибо» Во время еды Остин и Синтия продолжали гораздо больше разговаривать Она была не только очень красивой, но и умной, и обладала прекрасным характером, который обычно трудно найти у большинства девушек Остин решил попытать счастье с ней Хотя его мир был опасен, это не означало, что он останется одиноким, пытаясь стать как можно сильнее, просто чтобы снова умереть девственником, который никогда даже не держал девушку за руку Ребята, вы слышали о новостях? Малек сказал, глядя на Остина и Синтию, что их столы были не слишком далеко друг от друга, так что они могли бы общаться, если бы захотели Да, даже вся моя семья была в шоке, глаза Синтии загорелись при упоминании новости, которую ранее услышали по телевидению С появлением супергероев это также означает, что монстров и злодеев станет больше, нахмурилась Мия Она поддержала героев, но просто надеялась, что однажды не станет неудачной жертвой в одной из их битв Это правда, но у нас есть такие герои, как Железный Человек и Человек-паук, чтобы обеспечить безопасность мира, ответила Синтия Остин, что ты думаешь о новостях? Спросил его Малек Я не знаю, хотя то, что сказала Синтия, это факты, правдиво выразил Остин свое мнение Очень хорошо сказано, сказал Малек со смехом Он думал, что Остин просто врет, чтобы хорошо выглядеть в книгах Синтии Часы медленно шли, пока они ели и общались, и в конце свидания Остину удалось получить номер Синтии и все ее социальные сети на случай, если он захочет с ней связаться, и она решила дать ему Официант принес чек после того, как их стол был убран Как мужчинам, и Малеку, и Остину пришлось оплатить расходы Пока Остин собирался посмотреть, сколько ему нужно заплатить, его дом осветился, и он увидел, что это сообщение от лучшего друга Малека Остин повернул голову и посмотрел на Малека, почему этот идиот писал ему сообщение, когда он был здесь Посмотри на свой телефон, прошептал Малек губами, две девушки разговаривали и, казалось, не замечали его действий Остин посмотрел на сообщение со смеющимся смайликом в конце, тебе нужно, чтобы я тайно заплатил за твой чек Я знаю, что ты разорен Отвали, я могу заплатить за это сам, ответил Остин и закончил это смайликом с приподнятой бровью Счет составил всего чуть больше 200 долларов, которые Остин тут же заплатил, скрывая боль в глазах После окончания свидания Малек отвез их всех обратно в университет, и все разошлись по своим комнатам в общежитии Однако Остин не вернулся в свою комнату в общежитии, он хотел выйти на улицу и тренировать свои способности, не правда ли, в конце концов, снаружи было бы лучше, чем внутри университета Контроль маны Остина теперь был на уровне 7, он точно контролировал ее и даже мог использовать ее почти так же, как если бы это был телекинез, он мог даже поднять себя в воздух и некоторое время парить, но после этого больше ничего не мог сделать На улицах Нью-Йорка можно было увидеть размытую фигуру, бегущую по крышам и исчезающую в ночи Темный плащ Остина развивался на холодном ветру, когда он двигался в ночи, словно тень Остин стоял на крыше и смотрел вниз на жуткий переулок под собой Видно было, как кучка головорезов окружает молодую женщину, которую затащили в этот переулок Остин следовал за ними и не спускал с них глаз Он решил понаблюдать, прежде чем немедленно броситься в драку, как идиот Я не ожидал встретить такую красивую девушку сегодня вечером, сказал здоровенный лысый мужчина со шрамом на правом глазу, затягиваясь сигарой, его мышцы набухли, когда он подошел к ужасной женщине, которая была прижата к земле Своими головорезами Джордан Магуайр Уровень, 5 Остин посмотрел на уровень гангстера, он был силен, но мог ли он сравниться с Остином? Прежде чем гангстер приблизился, крошечные стрелы молнии Дюзена появились вокруг Остина, словно скопление светлячков, а затем устремились в сторону гангстеров внизу Все гангстеры повалились на землю, а затем были парализованы и потеряли сознание от мучительной боли Остин был уверен, что сдержит свою власть, опасаясь, что случайно совершит здесь убийство из-за каких-то гангстеров Что случилось? Женщина села и посмотрела на случайно упавших гангстеров, она испугалась еще больше, прежде чем убежать на каблуках, сжимая в руках сумочку Остин наблюдал, как женщина ушла, прежде чем спрыгнуть вниз и бежать по бессознательным гангстерам со всем, что было в их карманах, используя свою ману На тот случай, если полиция собиралась арестовать этих людей, он не хотел, чтобы на них были его отпечатки пальцев Всего около 500 долларов, презервативы, ножи и кое-что, чего нельзя видеть Глаза Остина вспыхнули холодным светом, когда он бдительно заглянул вглубь переулка Нет причин прятаться, выходи С помощью маны Остина, усиливающей его голос, ветер в переулке пришел в беспорядок и злобно сдулся Остин потерял дар речи, наблюдая, как издалека появляются три человека, он не знал, как реагировать, потому что они Были в костюмах и галстуках и несли чемоданы Остин мог легко различить их лица своим развитым зрением Первым, кого он увидел, был лысый мужчина в главной роли, которому, казалось, было около 40 лет, но ему скоро исполнилось 50 Фил Коулсон, агент Щ.И.Т., за ним стояли еще два агента, которых Остин мог узнать, он узнал только самого известного Фила Коулсона Фил Коулсон спокойно подошел к Остину, положив руку на талию, вероятно, держась за пистолет на случай, если что-нибудь пойдет не так У меня нет дурных намерений приближаться к вам, сказал Фил Коулсон, подняв на секунду руки, прежде чем опустить их обратно Тем не менее, вы шпионите за мной И все равно вас поймали при этом, ответил Остин, в настоящее время на нем была защитная маска, чтобы агенты могли видеть его лицо Агенты, стоящие за Филом Коулсоном, посмотрели на него смущенно Они были известны как агенты и шпионы, но их обнаружили в тот момент, когда они получили информацию о своей цели Фил Коулсон Уровень, 6 Остина не удивил уровень Фила, ведь никаких сверхспособностей у парня не было, он был лишь хорошо обучен артиллерией и рукопашному бою Хотя уровень Фила был выше уровня человека пятого уровня, его уровень, вероятно, был обусловлен его мыслительными способностями, а также его боевой мощью Чего хочет от меня легендарный Фил Коулсон Сказал Остин вопросительным голосом, ругая Фила и его агентов, чтобы они посмотрели на него в шоке Вы знаете мое имя Сказал Фил в шоке, прежде чем сразу успокоиться Это не имеет значения, что ты от меня хочешь, говори, сказал Остин, намеренно используя свой ужасающий контроль над Маной, чтобы заставить воздух вокруг переулка понизить температуру Похоже, я ничего не могу скрыть от тебя, сказал Фил с улыбкой, сохраняя спокойствие и, похоже, не угрожая бушующей аурии Астина Нам сказали, что кто-то или что-то со сверхъестественными способностями имеет дело с преступниками, поэтому мы вышли расследовать, сказал Фил, глядя в пустое отверстие защитной маски Астина Раз уж мы уже здесь, можем ли мы пригласить вас в нашу штаб-квартиру, понимаете, нам нужны люди с вашими способностями, чтобы помочь сохранить мир чистым, как вы уже делали сегодня вечером, продолжил Фил Не волнуйся, мы не будем просить твою силу просто так, все, что ты захочешь, ты можешь получить от нас, тренировочные базы, деньги, что угодно, спокойно сказал Фил с ничего не выражающим лицом Хм, Остин притворился спокойным, конечно, он примет их предложение, ведь ему нужна была предыстория на случай, если он обидит какую-нибудь мощную силу суперзлодеев Мало того, Щит имел прямую связь с Мстителями, что было очень полезно А что, если я плохой человек и убью тебя прямо здесь? Сказал Остин, глядя на Фила Да ладно, ты здесь спасаешь людей на улицах, что ты выиграешь от моего убийства, сказал Фил со смехом, как будто его это позабавило Дайте мне свою визитку, ребята, я свяжусь с вами завтра, когда подумаю, я все еще студент, понимаете Остин ответил, немного расслабившись Студент С любопытством повторил Фил, он мысленно взволнован, он действительно встретил молодого человека со способностями, насколько сильным будет этот ребенок в будущем Ура! Черная карта была выпущена Филом в сторону Остина, но она остановилась в нескольких метрах от Остина после того, как коснулась его щитоманы, Остин потянулся, чтобы схватить карту Итак, как мне тебя называть? Чтобы я мог узнать тебя, когда ты позвонишь завтра, сказал Фил, почти как если бы он был уверен, что Остин позвонит Зови меня пока просто Малик После того, как голос Остина затих, он исчез со своего прежнего положения Субтитры создавал DimaTorzok